Привет, меня зовут Анна, мы с вами продолжаем изучать литературное чтение и сегодня говорим о стихотворении Березы Сергея Александровича Есенина. По плану мы это стихотворение обязательно прочитаем и после этого проанализируем художественные приемы, которые использует наш автор. Ну что, я надеюсь, вы готовы. Поехали. Сергей Александрович Есенин. Береза. Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежную каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. А заря, лениво обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром. Очень красивое стихотворение. Я надеюсь, что вы представили перед своими глазами, в своем воображении эту прекрасную картину. Деревня, деревенский домик, стоит береза. Конечно же, тут явно время года зима, и вся эта береза покрыта снегом. Снег только-только выпал, и очень красиво смотрится на нашей березе. Здесь есть несколько средств художественной выразительности. Мы будем о них говорить, разбираться по ходу видео. Для начала. Принакрылась снегом точно серебром. Обратите внимание, почему автор сравнивает снег с серебром. Не забывайте проговаривать ответы на мои вопросы. Учитесь говорить вслух. Не стесняйтесь никого. Даже если кто-то рядом есть, это нужно для того, чтобы вы учились говорить, выражать правильно свои мысли. Если вам нужно дополнительное время, видео останавливайте. Не забывайте говорить. Это очень-очень важно. Итак, почему автор сравнивает снег с серебром? Ну, если вы не смогли сами ответить, давайте посмотрим. Вот у меня изображен снег на ветках, а вот покрытие, серебряное покрытие. Ну, конечно, они похожи. Посмотрите, две картинки очень-очень похожи. Серебро на каком-то, ну, каком-то на столе, да, или на дереве, на чем-то, да, и снег. Вы посмотрите, во-первых, цвета, да, вот этот белый-серебристый. Во-вторых, блеск, да, блестит. И серебро блестит, да, и снег тоже блестит. Когда вы выходите на улицу зимой, это вы же видите, да, и от фонарей отражаются, как будто блески, да, рассыпаны по земле или, ну, здесь по ветвям, да. То есть автор у нас сравнивает снег с серебром. С чем еще сравнивает автор вот это вот покрытие на ветках? Но он сравнивает с каймой, с бахромой и с кистями, да, чтобы было понятно, о чем именно идет речь, да, это все части краевые, да, части тех или иных изделий, да, кисти, да, ну, здесь мы видим на занавеске, да, на шторе кисточки такие висят. Ага. Кайма, да, это красиво обработанный край, ну, например, простыни или наволочки или ночнушки, да, ночной рубашки какой-то. И бахрома, обратите внимание, да, тоже это красиво обработанный край разных изделий, ну, тоже там у скатерти, может быть, у покрывала какого-то. Вот такая бахрома. Скорее всего, вы такие, такие изделия уже видели, да, встречали, но просто для того, чтобы вы поняли, да, разницу между этими словами. Так вот, обратите внимание на то, что автор наш сравнивает вот этот снег, который покрывает ветви нашей березы с кистями, да, каймой, бахромой, да, он описывает наш снег вот таким образом. Почему он это делает? Вот посмотрите на эти картинки, а теперь посмотрите сюда, на эту вот березу, которая покрыта снегом. Похоже ли? Ну, конечно, очень похоже, да, вы посмотрите, ведь ветви березы, они как будто бы немножечко свисают вниз, да, как ниточки такие, да, спадают вниз. И ощущение действительно создаётся, да, такое, будто это бахрома, красивая кайма, да, красиво обработанные, да, такие ветки, как края, да, какого-то изделия, да, текстильного изделия. И действительно, вот если Сергей Александрович Есенин видел такую березу, он мог действительно, да, представить себе, что здесь у нас кисти, да, снежную каймой распустились, да, белой бахромой. Ну и следует ещё сказать про одно средство художественной выразительности. В этом стихотворении здесь, да, на этом слайде я выделила некоторые слова. Давайте их прочитаем. Итак, береза принакрылась снегом, кисти распустились, береза стоит в сонной тишине, да, снежинки горят, заря лениво обходит кругом и ещё и обсыпает ветки. Можем ли мы сказать, что здесь у нас природа как будто бы в словах оживает? Такое ощущение, что автор очеловечивает вот эти образы, например, береза принакрылась. Ну что значит береза принакрылась? Что это? Она взяла снег и накрыла себя как одеялом, да, этот человек может себя одеялом принакрыть. А береза-то как это сделать? Она стоит и стоит, это снег на неё упал, да, и вот так это всё выглядит. Но автор использует именно такое слово, она принакрыла как бы себя, да. Кисти распустились, да, но тоже что значит распустились кисти? Они просто, да, появились, но мы же не можем сказать, что кисти, да, сами себя распустили, да, получается. Береза стоит. Ну что значит береза стоит? Человек может стоять, да, береза, ну что она растёт себе и растёт, да. Она же не человек, который может встать, сесть, лечь и так далее. Снежинки горят, да, заря обходит лениво, да. Что значит заря обходит лениво? Тоже какое-то непонятно, да. Это человек может встать утром и лениво обходить свою квартиру, да, и обсыпать ещё и всё вокруг фантиками или серпантином, например, новым серебром, да. Ну вот, а здесь у нас заря, очеловечивание, да, здесь у нас происходит. Вот такое средство художественной выразительности называется олицетворение. Олицетворение это такой художественный приём, который используется писателями для изображения природы как живого существа. Вот в данном случае здесь у нас природа как живое существо зарисовывается, да, нашим автором. И мы представляем себе, что в природе, да, и эта берёза, она прям живая, да, она как человек принакрылась снегом. Стоит берёза, да, заря лениво обходит всё кругом, да, то есть у нас здесь не просто образ дерева, да, как неживого существа, а именно природа оживает, и мы уже относимся к этой берёзе как к человеку практически, да. Вот очень интересное средство художественной выразительности, очень здорово используется Сергеем Александровичем Есениным. Ну и последний, да, вопрос, почему автор говорит, что снежинки горят в золотом огне? Что это за золотой огонь? И почему? У нас же был снег как серебро, а тут у нас золото, это же совершенно разные вещи, да, золотой огонь какой-то появляется. Да, вспомните, пожалуйста, о том, что в конце у нас говорится про зарю, которая обходит всё кругом, да. Заря – это такое время дня, да, когда у нас солнце появляется, да, из-за горизонта и дарит свои лучи земле, да, и нам с вами. И здесь, посмотрите, солнечные лучи падают на снег, и снежинки горят в золотом огне. То есть снежинки, они становятся такого золотистого оттенка, да, и кроме этого, ну и на солнце, да, и все солнечные лучи, то снег как будто бы немножечко тает, а заря, да, то есть природа во время зари, она продолжает обсыпать землю дальше снегом. То есть автор нам говорит, что снег был таким серебристым, да, на ветках, заря вышло, вышло солнце, да, снег идёт, дальше начался снегопад, да, и у нас снежинки, которые падают, становятся такого золотистого красивого цвета, да, как вот на этой картинке. Горят в золотом огне. Вы посмотрите, как красиво говорит автор. Не просто говорит, да, светится на солнце, да, горят в золотом огне. Очень красивая фраза. Ну что, мы с вами разобрали стихотворение Сергея Александровича Есенина «Берёза», поговорили о нём, поговорили о тех средствах художественной выразительности, которые использует Сергей Александрович Есенин. У меня на этом всё. Спасибо вам за внимание. До встречи на следующем уроке. Пока-пока.